Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Это программа «Особое мнение». С вами Леся Рябцева. Сегодня у меня в гостях журналист Антон Красовский. Антон, здравствуй. Здравствуйте, Леся. Наконец-то встретимся в эфире. Наконец-то. Не на Патриках, а здесь. Но прежде чем начнем эфир с Антоном, хочу начать с очень важной истории, которую не могу, к сожалению, не прокомментировать. Вчера, конечно же, меня переклинило про население нашей страны великой. Я сказала цифра 8 миллионов, что, конечно же, не так, потому что 146. И 273 тысячи. Все верно, и даже 531. Но у нас так принято наихи, что если мы делаем ошибки, то мы потом извиняемся и справляемся. Поэтому извините меня, я ошиблась. И спасибо большое всем тем, кто указал на мою ошибку и постараюсь больше так не ошибаться. Итак, эфир с Антоном Красовским. Хочу начать с новости, которая сегодня к нам пришла от оппозиции. Михаил Касьянов и Алексей Навальный сообщили о своем союзничестве. В общем, объединение РПР Парнас и партии Прогресса. Ну, собственно, как вам кажется, зачем это сделано? И что нас теперь ждет? Слушайте, это вообще замечательная история. Замечательная она прежде всего не тем, что объединяется Михаил Михайлович Касьянов с Алексеем Анатольевичем Навальным. Все уже начали придумывать новое название для этой партии. То ли Канава, то ли Каналья, то ли Кальянов, то ли угодно. Мне кажется, они очень любят буквы П и Р. Надо с этим что-то придумывать. Партии. Проблема не в этом. Проблема в том, что партии эти объединяются в преддверии неких выборов 2016 года. Вот это очень смешно. Получается, что люди, которые на каждом шагу говорят о том, что выборы нелегитимные и вбросы, системные нарушения и так далее, готовятся именно к этим выборам для того, чтобы эти самые выборы 2016 года легитимизировать. Вот это мне не очень понятно. Зачем делается? Вообще не понимаю, зачем готовится к тому, чего нет. Поскольку каждый из нас понимает, что никаких выборов в России не существует. А все это некая процедура для того, чтобы всю эту нынешнюю систему держать в неизменном абсолютно состоянии на протяжении десятилетий. Зачем это хочет сделать Михаил Михайлович Касьянов? Мне более-менее понятно, для чего это нужно Алексею Анатольевичу Навальному. Я лично совершенно категорически не понимаю. Про Касьянова расскажите тогда, почему понятно? Ну, потому что Михаил Михайлович человек системный. Михаил Михайлович человек все-таки бывший премьер-министр. Михаил Михайлович человек, который по-прежнему, как вы понимаете, ездит в город по городу на большой красивый аудио с номерами МР. Ну, а тут Навальный с хомячками. Ну, понимаешь, вот это тоже неправильно. Вот хомячки, хомячки. А кто хомячки? Ты не хомячок? Они не про себя. Я хочу понять, зачем Касьянова, Навальный и компания? Слушай, абсолютно очевидно. Алексей Анатольевич, Навальный, безусловно, является, так сказать, сейчас королем хоть какой-то оппозиции. Я просто не очень люблю это слово. Король или оппозиция? Оппозиция. Король я, как раз, очень люблю. Я бы с удовольствием... Начал корону. Нет, я бы с удовольствием жил в стране, в которой есть король, а не, так сказать, не бессменный президент. Но Алексей Анатольевич, безусловно, человек, который возглавляет некую надежду, вот то, что называешь хомячками. А это на самом деле... Это не я называю, а все остальные называют. Я не знаю, кто все остальные. Ну, то есть, предположим, что это вот как раз те самые 8 миллионов людей, и это очень много. Это 8 миллионов людей, которые хотят изменений в стране. Это 8 миллионов людей, которые думают о будущем. Это 8 миллионов людей, которые что-то в России делают действительно по-настоящему. Они жгут поля где-нибудь в Хакасии. И то, что эти 8 миллионов действительно сердцем буквально выбрали Алексея Анатольевича Навального, в этом есть, в этом объединении поэтому есть некая логика, потому что, конечно, Михаил Михайлович, человек из 90-х, хочет быть актуальным. Антон, вы верите в то, что из этого объединения союза может что-то вырастить? Нет, конечно, никакого объединения с Алексеем Анатольевичем Навальным не может быть, потому что он король. И что он не... Королей ни с кем не объединяет. На троне друзей не бывает. А зачем Кассиенову еще раз? Я еще раз говорю, Миша, чем меньше человек из 90-х. Ему надо прыгнуть в 10-е. Никакого другого шанса у него прыгнуть в 10-е нет. Он сам по себе актуальным не будет. Ему надо уцепиться за этого самого Алексея Анатольевича. Алексей Анатольевич его сбросит совершенно точно с корабля, если вдруг этот корабль причалит хоть к какому-то действительно симпатичному причалу. А Навальному это зачем? Объединятся с Кассиеновым? А черт его знает. Я думаю, что просто Алексей Анатольевич сейчас непросто. Алексей Анатольевич же вышел из всех своих тюремных дел таким Гоголем и всем рассказывал, что здесь он принимает решение, как ходить на митинги, как не ходить на митинги, какие у нас будут митинги, когда у нас будут митинги. Что же по поводу тогдашней даты 1 марта были огромные споры? Все это Алексей Анатольевич был левым решением, как рассказывали участники событий, утвердил. И в какой-то момент с Алексеем Анатольевичем просто люди перестали так уж совсем дружить. То есть, вам не кажется, что этот союз может привести к чему-то, не знаю, к важному, серьезному? Не кажется мне лезть, мне еще, конечно, не кажется, потому что мне не кажется, смотри, могли бы, какую? Вот бывший, что Владимир Рыжков, ну, вряд ли. Там единственный человек, который действительно, который действительно имеет смысл с моей, опять же, точки зрения рассматривать в качестве человека, который прыгнул уже в эти десятые, вернее, так скажем, пересидел нулевые. Это Михаил Борисович Ходорковский. С которым вы, кстати, встречались. Ну, вы при этом не присутствовали. Тем не менее, мне было все рассказано. Ну, кем вам было рассказано? Нашим другом Эдуардом Багировым на Патриархском Круге. Нет, что он, Фил Борисович со мной напрямую, знаете, общается. Как вы рассматриваете? Я встречался, ну, скорее, аймэсс. Это тоже, да, когда есть интернет. Прям позвонил и сказал, встречались только что с Краснодаром. Интересна возможность присоединения Ходорковского еще и к этой части. Я не знаю, слушай, если ты общаешься, давай на ты прямо, потому что в эфире, мы же на ты, за эфиром. Такой, с гостями у меня были прийти. Хорошо, хоть кому-то это восприятие. Сбила. Она избила. Ходорковский, оппозиция, Россия. Если вы общаетесь с Михаилом Борисовичем, значит, просите у Михаила Борисовича, собирается ли он объединяться с Алексеем Анатольевичем. Я считаю, вот если бы я был на месте Михаила Борисовича, если бы Михаил Борисович спросил меня мое мнение по этому поводу, я бы ни за что, ни при каких обстоятельствах не рекомендовал бы ему это делать. И почему? Потому что Алексей Анатольевич как раз останется вот в этих своих десятках, понимаешь? То есть он в начале десятых, он вот в эти будущие, вот что-нибудь там будет за 18-м годом, или за 16-м годом, или за каким-то там угодно годом, когда все это, так сказать, кому-то упадет в руки, он уже будет тоже человеком из прошлого, понимаешь? Потому что он человек вот тех самых протестов 11-го и 12-го годов. А Михаил Борисович человек настоящего? А Михаил Борисович, безусловно, человек настоящего, потому что когда были эти протесты, Михаил Борисович, как мы понимаем, пересидел прекрасно, ну или не очень прекрасно, в Петрозаводской колонии. Его просто не было. Он, понимаешь, ему, а Путин с Господом подарили, ему не надо актуализироваться, тюрьма актуализировала, его 10 лет разных колоний и лагерей актуализировали. Нету более актуального сейчас человека, чем Михаил Борисович Ходорковский. И еще раз говорю, Путин и Господь подарили ему вот эту актуальность вот этим унижением, вот этими чудовищными страданиями, которые Михаил перенес в местах заключения. А это действительно страдания. Там есть люди, я знаю, которые в это не верят, думают, что он сидел в каком-то специальном замке с тремя плазменными телевизорами и бентли. Это не так. То есть люди, которые, вот Лесева, думают, подтверждают, что я с ним встречался, ну, предположим, видели, что у него, например, до сих пор не работает рука. Потому что эту руку ему, так сказать, в сухожилие порвал какой-то заключен. И тем не менее, объединение Касьянова и Навального вы считаете слабее, чем сам Михаил Борисович Ходорков? Я считаю, любое объединение любых так называемых оппозиционеров из 90-х, нулевых, десятых, каких угодно годов, совершенно бессмысленным без Ходорковского. Только Ходорковский имеет сейчас легитимное право возглавлять, ну, то, что должно стать оппозицией. Вот с моей точки зрения. И, собственно, на самом деле, то, что вчера во время прямой линии с Путиным обыски проходили именно в открытой России, то есть в компании, учрежденной Михаилом Ходорковским, с моей точки зрения, это подтверждают. Это программа «Особое мнение». Антон Красовский, Лея Сирябцева. Вернемся после перерыва. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Это программа «Особое мнение». С вами Лея Сирябцева. Напоминаю, что у меня в гостях журналист Антон Красовский, который, кстати, в 2012 году возглавлял предвыборный штаб Михаила Прохорова. И, с вашего позволения, хотелось бы еще за один вопрос дать как раз про Прохорова. Насколько реально, что и он присоединится к этому новому союзу? Кровальный Кассиан. Кассиану в основании? Нет, вообще нереально. То есть, Прохоров и не вернется? Это я не знаю. Я не Михаил, не с Михаилом. Как вам кажется? Вот опять же, мне никак не может казаться. Объясню, почему я с Михаилом давно не общаюсь. И не потому, что мы какие-то там враги или поссорились, а просто у нас нет общих тем. Я никакого отношения не имел к партийному строительству гражданской платформы вообще. И, собственно говоря, в деловых отношениях с Михаилом не состоял с 4 марта 2012 года. То есть, со дня выборов. И я не могу прогнозировать его поступки. Но, судя по тому, что сейчас мы видим, что происходит с гражданской платформой, то есть происходит полнейший ад, да, с, так сказать, не просто рейдерским захватом этой удивительной партии, а просто каким-то таким унылым захватом рейдерским. Знали бы вы, друзья мои, вообще степень уныния вот тех людей, которые сейчас пришли в полицсовет гражданской платформы? Да вы знаете. Ну, конечно же, да. Ну, естественно же, я знаю этих замечательных котиков. Эти замечательные котики даже в партии «Справедливая Россия», думаю, не вошли бы в самые длинные-длинные лонголисты. И вот сейчас они все вошли удивительным образом в полицсовет этой гражданской платформы, в углаве с Арифатом Зашемсудиновым, кажется, такой фамилия, человеком, который работал в ЛДПР до Михаила Прохорова. И я считаю, что Миша никуда и ничего не хочет, и не будет, так сказать, никуда идти, вообще заниматься политикой не стремится, и уж точно не будет объединяться с Алексеем Анатольевичем Навальным, которого не считают серьезным политиком. Вот. А я бы на месте Михаила Прохора все-таки считал Алексея Навального серьезным политиком, просто у Алексея Навального скорее всего будет потеряно время. Вы сказали о том, что Ходорковскому присоединяться к союзу бессмысленно, потому что он выше, сильнее и короче сам по себе. А Прохорову не было бы смысла, собственно, вклеиться в свою... Нет, не имело бы смысла. То есть, смотри, если бы Михаил Прохоров действительно серьезно пытался заниматься политикой, то, конечно, Миша Прохорова сейчас надо было бы уехать из страны и объединиться с Михаилом Борисовичем Ходорковским. И что, этот союз был бы намного сильнее? Возможно, был бы настоящий, действительно серьезный конкурентный союз. Почему? За пределами России при этом. Это не имеет абсолютно никакого значения. Потому что все региональные элиты, которые недовольны, которые пытаются заглянуть в будущее, какие-то, знаешь, люди в районе 40, которые бы устали от этих 70-летних губернаторов, они бы поверили в серьезность намерений. Они бы поверили в том, что у них, вот у этих людей 1975 года рождения, которые там возглавляют какой-нибудь рыбозавод или золотую артель или что-нибудь такое, они бы поставили на них. И они бы поставили на свое будущее, на будущее своей семьи здесь, в России. Вы уверены в этом? Абсолютно. Сто процентов. Почему? Потому что я, потому что именно потому лезь, потому что я руководил этой избирательной компанией, я встречался с этими людьми. Я видел всех этих людей, ребят на Дальнем Востоке. Я видел вот этих самых ребят в Новосибирске. Я видел там ребят в Бурятии. Я прекрасно знаю, кто возглавлял наши избирательные штабы в Санкт-Петербурге, в Калининграде, в Самаре. Это все люди, которые рассчитывали на это будущее, рассчитывали на этого Михаила Прохорова. И были, безусловно, им чудовищно обмануты. А сейчас? И сейчас. И сейчас у них нет никакой... Сейчас кто-то из них возглавляет какой-то комитет по культуре. Кто-то из них как был там, так сказать, занимался бизнесом, так и занимается бизнесом. Кто-то присоединился к Яблоку. Кто-то еще к чему-то. Каждый из них что-то пытается делать. И каждый из них действительно чувствует себя кинутым. Но если бы Михаил захотел, ему бы могли поверить снова. Но это объединение тогда должно было быть с Ходором, а не с Алексеем Анатольевичем и Михаилом Михайловичем. Потому что вот в это объединение точно никто не поверит. Потому что уныние этого объединения захлестнет вот этих всех региональных молодых богатых чуваков. Кто-то скажет, ну, его... Так они же, наоборот, рассчитаны ровно на молодых. Они рассчитаны не на молодых. Они рассчитаны на людей, которые выходили на митинг в 2011 году. Вот каковы они рассчитаны. Это разные абсолютно люди. Это принципиально разные люди. Это прям принципиально разные люди. Вы считаете, что поэтому нет смысла объединять их или что? Я не понимаю. Выходили разные люди в 2011 году. Сейчас их никто по отдельности не представляет. Лесь, смотри, Михаил Михайлович Касьянов и Алексей Анатольевич Навальный, это суть одно и то же. Они оба представляют митинг на Болотной площади. Разных возрастов. Это вообще ничего не значит. Один и тот же митинг на Болотной площади. Я говорю про людей не на Болотной площади. Я говорю не про 100 тысяч, Лесь, а про 8 миллионов. В регионах. В регионах. Это люди, которые не выходили на Болотную площадь и не собирались на эту Болотную площадь. Это люди, которые собирались пойти не на Болотную площадь, а в будущее. И которые хотели, чтобы в будущем у них был сменяемый президент, нормальная экономическая программа. А главное, они хотели, чтобы в будущем их ввел человек, которому они доверяют. А они не доверяют чуваку, который никогда ни одного дня нигде в своей жизни не работал. Или они не доверяют чуваку, который в 90-е годы еще при Ельцине руководил правительством или министерством финансов. Они доверяют чуваку, который отсидел, который руководил ЮКОСом. То есть, по-вашему, они за Ходорковским сейчас? Конечно, они пошли бы за Ходорковским, если бы Ходорковский пришел. Потому что Ходорковский не занимается. Откуда ты знаешь, что не идут? Это и вопрос к вам. Что они сидят и думают, когда Ходорковский вернется в Россию, тогда я за ним пойду. Безусловно. А что они должны сделать? Они должны побежать сейчас в Цюрих или в Берлин за Ходорковским, что ли? Ну, а что ничего. Как московские бояре в Александровскую Слободу? Может быть, на Безрыбе они не выберут этот Союз из Навального и Касьянова? Не выберут они Союз из Навального и Касьянова, потому что Союз является абсолютно мертворожденным продуктом. Потому что Союзу из этого, как я уже сказал, ничего не следует. Этот Союз, даже если пойдет на выборы, не пройдет 5-процентный барьер. Этот Союз не попадет и в одну региональную Думу. Этот Союз не принесет ни одного губернатора или мэра. Понимаешь? Потому что региональная элита не поддержит Союз, который возглавляет Алексей Навальный и Михаил Касьянов. То есть, это объединение ради пиара или чего? Это есть люди, которые считают, что надо работать ради работы. И получать от этого удовольствие. Получать, например, от этого удовольствие. Давай перейдем к следующей теме. Прямая линия с Владимиром Путиным. Вы смотрели на том. Ну, конечно же, я не смотрел прямую линию с Владимиром Путиным. Более того, вернемся к цифре 8 миллионов. Значит, только что Арина Бородина, проходявшая по коридору, сказала мне, что, безусловно, это очень высокие цифры по стране, на первом канале доля 36. Это по Москве, вернее, московские цифры. По стране, я думаю, чуть пониже. Первый канал доля 36, второй 24. То есть, суммарно, это доля 60. То есть, 60% от включивших в этот момент телевизор смотрели Владимира Путина. Но рейтинг при этом 7,6. То есть, 13% от тех людей, которые могли бы включить телевизор, смотрели Владимира Путина. Значит, 87% вообще не интересовались Владимиром Путиным. Ну, на работе, возможно? Ты знаешь, нет, на работе тоже включается телевизор. Может, они были на работе, но на работе они работают. Но, в принципе, на самом деле, не так. Пенсионеров-то гораздо больше, чем 87%. Ничем же они были заняты? Ничем просто им не интересен Владимир Путин. На самом деле, я вот с удивлением обнаружил, что Владимир Путин интересен ведь только людям, которые бесконечно против этого самого Владимира Путина. Вот вся моя фейсбучная лента, она бесконечно писала. Ах, этот Путин, ах, ужас, у Путин, Путин. И вот это все на самом деле главные поклонники и страдальцы по Владимиру Путину – это люди, которые выходили на болотно. Они не могут без него жить. Почему? Я не знаю, почему. Враг? Он для них является главным каким-то актуализирующим символом. Вот он пропал на 10 дней. Ой, где Путин? Он умер, заболел. Он уехал. У него жена рожает. Или сколько вообще у него детей? А есть ли у него дети? А с той или он бабой, или с другой он бабой? А вот он сказал про надои, а вот он там пообещал собачку, приказать Борису купить собачку. Антон, а вас это не интересует? Нет, вообще не интересует. Ну, чем вы занимаетесь? Вы что ж сидели в фейсбуке? Я ехал в город Санкт-Петербург на премьеру моего друга Андрея Могучего по пьесе Ивана Воробаева в большом драматическом театре. Замечательно. Тем не менее, я думаю, вы следили за новостями. Я следил, просто я читал общую ленту новостей. Действительно, я по-прежнему интересуюсь, купит ли Борис собачку. Это вообще главное, что мы узнали из этой... Главное, ценное, что мы узнали из проевой гестремы. Абсолютно, абсолютно серьезно. Потому что это все настолько бессмысленно, однообразно и предсказуемо, что я, с одной стороны, не понимаю, зачем задавать эти вопросы. С другой стороны, я не понимаю, зачем отвечать на эти вопросы. Подозреваю, что Владимир Путин тоже уже не понимает, зачем он там находился. Кто все эти люди, одни и те же. У него же там есть его собственная комсомольская правда, его собственная эхо Москвы в лице, там Кудрина, Кудрина, этой самой Хакамады и... Которые давно, кстати, не были. Еще и Виндик. И Виндик. Вот такой у него там собственное либеральное крыло. И вот там все, каждый из года в год одно и то же. Задает одни и те же вопросы. Он устал от этого, что ли? Я думаю, что он очень от этих людей всех устал. Потому что Ганди давно умер. А это все не Ганди. К счастью, к сожалению. Это программа «Особое мнение». Прервемся и вернемся через несколько минут в студию. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Это программа «Особое мнение». С вами Леся Рявцева. Напоминаю, что у меня в гостях Антон Красовский. И мы продолжаем говорить про прямую линию с Владимиром Путиным. Антон, а было ли что-то, что вас удивило? Или настолько все было бессказуемо? Нет, это бесполезный формат. И более того, жители нашей страны прекрасные, гораздо больше, чем 8 миллионов, как раз сказали сегодня напротив ФОМа, что 50% из опрошенных сказали, что линия никому не нужна, что это все очковтирательство. И вообще все это очень скучно. Если уж ФОМ такие вещи говорит, то, может быть, это даже будет вообще последняя линия с президентом. Будут приняты попытки найти какой-то другой формат общения Путина с русским народом. Но я боюсь, что его интересует сейчас уже общение не с народом, а с Господом. Ну или с Гайки. А народ его как-то не очень интересует, потому что, как мы помним, прямая линия проходила в это время, горело все в Хакасии, вокруг Благовещенской и так далее. И это, в общем, не интересует. Мало интересует и Путина, и... Он же отвечал что-то. Потому что он там ответил. Гораздо-погараздо, как ты понимаешь, больше его интересовали зенитно-ракетные комплексы, которые продаются Ирану, или, так сказать, собака для Бориса. Ну а как же вопрос Ирины Хакамады, например, про следствия об убийстве Бориса Немцова? А как же Ньюта Федромейсер, которая спросила про это? Ну, видите, каждый из вас пытается найти что-то хорошее. Мы пытаемся. Мы вообще позитивные, да. Вы такие позитивные. А мы? А я нет. Я считаю, что всегда есть какие-то там Ирина Хакамада про вопрос Бориса Немцова. Может, подумать, что Борис Немцов воскреснет, или что убийцы действительно будут найдены. Я вот не верю. Тем не менее, сегодня пришла новость о том, что продлевается медствие. Отлично. Можно. Антон из Москвы интересуется. Не продлинули средства по делу Владислава Листьева? Не продлинули средства по делу Галины Старовой? Не продлинули средства по делу Холодова, по делу Анны Политковской и так далее? По делу Олега Кашина найдены ли люди, которые его били, и люди, которые заказывали это избиение? Я абсолютно уверен, что те же самые результаты будут и по заказчикам убийства Бориса Немцова. Более того, практически всем уже известно, где эти заказчики находятся. 15 расследований было. Уже журналисты ездили в эту Чечню, и людей их показывали. Они там сидят и не собираются оттуда возвращаться, и никто не собирается их там арестовывать. Поэтому продлевай, не продлевай. Ньют Федермистер, но Ньют Федермистер. Я рад за первый московский хоспис, за детский хоспис, но знаю, что там и без Путина все прекрасно. Ну, не было бы прекрасно, не было бы новостей о бедной девочке 16 лет, которая 5 дней была обезболивающей. Лей, здесь полсотра-босемь миллионов человек. Более того, более того. Но, может быть, что-то теперь будет сделано. Не будет ничего сделано, потому что об этом говорится уже много раз. И говорит, там, три года уже об этом толдычит. То ли Голодец, то ли, там, скворцовый. Ну, а теперь Путин сказал. Это разные вещи. Не будет ничего. Ничего не будет. Друзья мои, не верьте. Он вам говорит уже 15 лет разные вещи. Он вам в 2008 году говорил, что территория Украины неделима, и вопроса Крыма не стоит. Он вам все время что-то говорит, и вы все время верите. Ничего не будет. Будет там, как у доктора Лизы, Вячеслав Викторович Володин перечислит 10 миллионов рублей на счет организации «Справедливая помощь». Ну, вот какая-то такая вот ситуация. Ну, а что в этом плохого? Ничего в этом плохого нет, но хорошего в этом тоже абсолютно ничего нет, потому что это не системное решение, а решение пиаровское. Почему пиаровское? Ну, потому что это пиар, а не системное решение. Системное решение – это передать на лечение людей, которые страдают синдромом бабочки, или людей, которые страдают какими-то еще заболеваниями, государственных средств. А у нас, вот я вам хочу сказать, например, мне рассказывали, друзья, сейчас же идет импортозамещение. Соответственно, у нас, да, нет, ну, просто ты говоришь, вот там Путин сейчас, девочка 15 дней, 15 лет мучилась 4 дня от боли. У нас миллионы диабетиков сейчас мучаются от того, что у них отняли нормальный инсулин и дали им какой-то там нижегородский инсулин, который не работает, от которого начинается гангрена. У нас миллион человек ВИЧ-инфицированных в стране, которые не получают нормальное лекарство и не получат его больше. В принципе, потому что импортозамещение у нас, все лекарства были импортные, теперь они будут все русские. Какие это будут русские лекарства? Одному Господу Богу известно. Почему эти вопросы не задавались на прямой линии? Я не знаю, почему эти вопросы не задавались на прямой линии. Тебя не было на прямой линии, меня не было на прямой линии. Вот Алексей Алексеевич Ванедиктов сидит в соседнем кабинете, был на прямой линии. Он задал вопрос про смешанецов. Может быть, кажется, это важнее? Хорошо, давайте зададим вопрос, например, Антону Жилнову. Человеку, который все время постит свои фоточки с путинских линий, который любит этого Путина. Меня не берут с этим Путиным, а с тем Путиным берут. Я хочу больше Путина в своей жизни спросить. Спросим у Антона Жилнову, почему они не задавались на такой вопрос. Спросим у ребят с первого, второго канала, почему они не спросили, с комсомольской правды. Спросим, почему их не интересуют эти вопросы. Потому что их не интересуют эти вопросы. А Путин интересует? И Путин не интересуют эти вопросы. Потому что у Путина, у Медведева и всех остальных людей все будет нормально. даже если все у них будет плохо. Вам не кажется, что все люди, которые задавали вопросы на прямой линии, они просто смирились с тем, что окей, такая ситуация, системная вещь, ну а что? Все эти люди, за очень редким исключением, пусть каждый себя в это исключение включит, просто превратились в придворных шутов. И смирились с этой ролью. Что это было, движение рукой? Это была цитата из Евангелия буквально. Ну хорошо, а про Венедиктова можно? А что Венедиктова? Все тоже придворные. Кстати, знаешь, про Венедиктова. Там есть очень интересная цитата. Он отметил, что Путин впервые в жизни признал, что, смотри, мы пытались, цитату сейчас Путину даю, мы пытались навязать многим восточноевропейским странам свою модель развития и делали это силой. По мнению Венедиктова, Путин впервые вообще признал, что мы что-то навязывали кому-то силой. И, собственно, если вся остальная прямая линия показалась, возможно, какой-то прямолинейной, прости, где-то в тавтологии, что, может быть, хотя бы ради этой фразы, что Путин сидел и признал, что... Слушайте, я не считаю, что надо вообще обсуждать какую-то одну правду и пытаться хоть какой-то смысл всего этого бессмысленного... Почему? Зачем это же это было сделано? Четыре часа сидели. Это традиция. Тридица чего? Поклонения? Это такая традиция. Это такая кремлевская православная церковь. Это такая наша Пасха кремлевская. Раз в год. Четыре часа. Два миллиона вопросов. В белых одеждах. На голубом фоне. Все, как мы любим. Чтобы и Первый канал, и Константин Львович, и Олег Борисович на его фоне шли. И чтобы флаг. И вот это красиво просто. Зачем патриарх выходит, так сказать, на Омвон? Вот это такая традиция. То есть, Путина тоже не нужно было. И он обычно показывал, какой он лидер нации, как он плачет, как он стучит кулаком после, решает вопросы. Я не видел ни разу, чтобы он на прямой линии плакал. Не на прямой линии. Меня про выход к народу не особо не знает. Ну, вот, ну да, ну, конечно, а что? Ну, слушай, ну, это такое традиционное общение. Естественно, конечно, он устал. Вообще от всего? От всего. Много лет уже. Потому что люди устают, в конце концов. Они уже не понимают, зачем они вообще ходят на работу. Может быть, уже на пенсию. И сам он тоже, думаю, вот ездит в этой своей длинной машинке по перекрытому городу. И думает, господи, когда же я уже уйду на пенсию? А потом другой путечка внутренний ему говорит, не с ней. Сиди. Сиди, страна без тебя умрет. Ну, это правда? И он не уйдет никогда. Нет, это не правда ли. Страна без него расцветет. И каждый... Десять дней, смотри, как все страдали. Это не все страдали. А кто? Страдали 8 миллионов человек. А 138 миллионов человек и еще 273 тысячи. Что будет следить дать Ходорковского? Нет, они просто наплевать. Ну, что они будут делать? Кто? Люди, все остальные, да. Ничего они не будут делать. Значит, 100 миллионов человек будут поджигать свои дома, потому что в соседней деревне новые дома, как после пожара построили. Ты знаешь всю эту историю? Да, да, да. На самом деле. Что люди сами поджигали свои деревни там, потому что там кому-то Медведев новые дома обещал. Они сами там люди гибнут. Сами поджигают эту траву. А, так сказать, этот какой-то там длинневосточный полтрет или там сибирский полтрет говорит, что это оппозиционеры. Потом говорит, нет, 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 это оппозиционеры, потому что мы им говорим не жгите траву, а они все равно жгут эту траву. Ну, здесь у людей какая-то, какой-то абсолютный в голове ад и они все равно в этом аду и останутся. То есть проблемы не изменятся. Вообще не в пути, не проблема. Проблема, конечно, безусловно, в тех самых 8 миллионах. Ты правильно вчера сказала. На самом деле, ты все правильно сказала. Никто тебе не верит, никто тебе не поверил, что в России живет 8 миллионов. И Шандерович тоже не поверил. А на самом деле, в России и живет 8 миллионов человек. Потому что 8 миллионов человек хоть что-то хотят. Вот что хочет Антон Красовский? Антон Красовский хочет светлого будущего для Сибири. Это разноевчатое. Антон Красовский хочет демократической, европейской страны, членом НАТО, с двухпартийным парламентом. Не собираюсь я уезжать. Моя страна здесь. А почему в России это не возможно? Просто я хочу в России, чтобы это было. Что ты делаешь для этого? Ты мне тоже спрашивал, Виктор Шандерович. Сейчас ты закончишь. Нет, нет, нет. У меня другая вещь. Я чувствую эту беседу. Ты закончишь тем, что я не выхожу на мост. Окончание другое абсолютно. Поверь мне. Я много чего делаю для этого. Я много чего делаю для этого, Лесь. И ты много делаешь для этого. Каждый человек, который работает на Эхи Москвы, много делает для этого. Каждый человек, который работает в газете, в ведомости, много делает для этого. Каждый по-своему. Каждый по-своему. Я же журналист. А что я должен делать для этого? Я должен пойти и сжечь спасскую башню, с которой только что сняли леса. Но остальные 132 миллиона. Вот что с ними-то делать? Мы же с ними живем. Ничего с ними не будут. Они люди... Слушай, конечно, мы с ними живем. На одной лестничной клетке, в соседних городах. Не важно. Нет, это, во-первых, очень важно. Важно? Важно. Конечно. Потому что на одной лестничной клетке люди живут... Знаешь, в городе Нью-Йорке тоже люди на одной лестничной клетке не живут со 136 миллионами. 136 миллионов живут в Огайо и в Миннесоте. А не в городе Нью-Йорке. То есть не надо все-таки про эту одну лестничную клетку. 136-136 миллионов. А я надеюсь, их будет с каждым годом все больше и больше. Потому что население России, как мы видим, растет. Еще 4 года назад было 142 миллиона. Безусловно, примет европейский выбор, который осуществит, вот эти самые 8 миллионов. Ну, что самое болезненное, как вам кажется, в стране, в России, в настроениях, в обществе, в людях? Что мешает, в конце концов, остальным жить 8 миллионам? Я объясню. Я уже думаю, я все время об этом говорю. Самое болезненное, это то, что вся страна, вернее власть, встала на сторону большинства. А страна большинства, это всегда страна зла. Страна большинства, это всегда страна Мордора. Страна большинства, это всегда страна орков. И власть сейчас находится на стороне орков. Когда придут эльфы, а они все равно придут, жить станет лучше. В частности, и оркам. Орки вспомнят, что когда-то они были эльфами. Это абсолютно не идеал. Сколько лет это произойдет? Я родился в стране. Я родился в Прибрежне, а потом жил при Ельцине. Никто не мог подумать, что при Ельцине страной будут управлять такие люди, как Егор Тимурыч Гайдар или Ирина Муцова Нахакамада, которую ты сейчас вспомнила, или Борис Ефимович Немцов в Царстве Ему Небесном. Никто не мог подумать, что такие люди будут управлять страной. А они управляли этой страной. Нужно верить в светлое будущее? Ну, почему нужно верить? Оно, во-первых, придет совершенно точно. То есть, не надо в него верить, надо просто знать, что оно будет, потому что все возвращается на круги свои, и все циклично. Сначала черное, потом белое, сейчас Путин, потом будет что-нибудь посимпатичнее. Но просто нет выбора никакого. Потому что выбор сейчас не между Европой и Россией. А между чем? Выбор сейчас между ИГИЛ и не ИГИЛ. Ну, что православие и ИГИЛ? Да причем православие? Не будет никого православия. Будет только либо ИГИЛ, либо Европа. Потому что Европа – это нормальная человеческая сила с большой человеческой армией, с огромной экономикой, к которой еще прилагается американская экономика. Суммарный ВВП 35 миллилитриллионов. А здесь сейчас суммарный ВВП что-то в районе 700 миллиардов, с учетом курса рубля. Вот и все. Но, к сожалению, это быстро так не лечится. И мы, к сожалению, будем еще в этом жить. Нет, Лесь, ты мне не рассказывай. Мне 40 лет. Я знаю, что быстро лечится, а что быстро не лечится. Я был комсомольцем даже. Никто не помнит даже, что это такое. Все очень быстро лечится. Даже не успеете глазом моргнуть. Антон Красовский придет к власти. А здесь либо нормальные люди придут к власти, либо Кадыров придет к власти. Либо-либо. Это была программа «Особое мнение» Леи Серебцевой. Антон Красовский, до свидания. Красовский, до свидания. Красовский, до свидания. Красовский, до свидания. Продолжение следует...